Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом второй альбом проекта Нергала Me and That Man. Альбом вышел 27 марта 2020 года на лейбле Напалу Рекордс. И у меня в руках лимитированные здания, деревянный бокс, воден бокс, 300 экземпляров. Но давайте с ним ознакомимся. Новые люди, новые песни. То же самое дерьмо. Том первый. Me and That Man. Почему новые люди? Потому что первый альбом был записан вместе с Джоном Портером. На втором альбоме Джона Портера нет. Почему новые песни? Потому что они новые. Ну а то же самое дерьмо. Потому что музыкальная и текстовая составляющая в данном случае не изменилась. И если первый альбом назывался Songs of Love and Death, то есть песни о любви и смерти, то второй альбом является идейным продолжением первого альбома. Открываем. Вот он такой вот бокс. С обратной стороны ничего нет. Открывается легко. Закрываются тоже магнитики. Составляющие. Медиабук. 11 треков. Напалм Рекордс. Далее. Нашивка. Берниан Черчис. С 1977 года. Мензетмен. Нарисован гармофон и горящая церковь. Далее. Значок. Мензетмен. Далее. Вот здесь. Сейчас покажу вам две абсолютно уникальные вещи. Во-первых. Музыкальная составляющая. Это сингл. Где-то на 7 минут. Две песни. Соответственно. Mother Barrier Sons и Down Below. Песни нигде больше не встречаются. Есть только на этом сингле. 45. Пятка. В цифре не найдете. Аккуратно застаем. Страна А. Mother Barrier Sons. И вторая сторона. Страна Б. Down Below. 45 оборотов в минуту. Цвет винила. Черный. Вторым эксклюзивом данного издания является творчество известного польского дизайнера Бартака Аргалевича. Во-первых, мы видим такой вот конверт. на нем отпечатано в зеркальном изображении Burning Churches Artwork Press Бай Бартек Аргалевич. Соответственно, для того, чтобы увидеть, что там написано, это нужно либо подойти к зеркалу, либо перевести в голове, либо использовать современные компьютерные программы обычные графические редакторы. Аккуратно достаем. Видите, такая как обожженная открытка. Здесь мы видим номер издания 51 из 300, автограф Бартака Аргалевича, далее Burning Churches, то есть горящие церкви since 1977, соответственно, горящие церкви с года 1977. И интересный момент. Католическая церковь и гармофон. Если мы перевернем, то видим, что гармофон стоит на горящей церкви. А если перевернем вот так, увидим, что церковь является источником вдохновения, источником музыки, главное ее поджечь. Почему с 1977 года? В данном случае, я думаю, что этот пазл будет легко понятен любителям творчества бегемота, поклонникам самого Адама Дарского. Просто он родился в 1977 году. Соответственно, на нашивке мы видим также вот этот гармофон и горящую церковь. Ну и медиабук. нью-мен, нью-сонгс, сэйм-шит, волн-ван. Нергал поступил весьма оригинально. Если мы уберем из проекта Джона Портера, кого же заменить? Все просто. Берем, обзваниваем кучу своих дурганов из-за металлической либо околометаллической тусовки, может быть, просто творческих людей, пишем музыку и просим выполнить кого-то очень необычные, несвыстные роли. В том плане, что а давайте вместе забабахаем дарк-блюз, дарк-фолк, но это будут ребята, которые работают в абсолютно экстремальных направлениях. Качество полиграфии, как видите, весьма изумительное. Нергал ребята в ковбойских одеяниях, перечень треков, причем мы видим, что кто является композитором, чья лирика, ну и соответственно, кто выполняет, например, роль главной скрипки в данном случае. А главных скрипок здесь, я бы сказал, очень и очень много. Это два парня из группы Шайнин, причем Шайнинги разные. Один это Йорген Манкеби на первом треке Run with the Devil и соответственно, Никлас Кворфорд из другого Шайнинга, наиболее мною любимого на треке Confession. Я думаю, что Нергал в данном случае решил банально поугарать. Представьте, диалог двух ребят металлистов. А ты знаешь, что на новом альбоме Нергала записывался чувак из Шайнинга. А из какого из двух? Да с обоих. А, ну ясно. Также здесь есть Trivium, Mastodon, Empire, Lyrica, как на английском языке, так и на поиском языке. Трек пятый, Mezzo или Храбрость. Оформление, как всегда, на высоком уровне, я бы сказал, на высочайшем уровне. Барта Карагалевич это действительно весьма-весьма талантливая личность, поэтому его дизайн просто выше всяких похвал. как уже говорил, трек Running with the devil это с первым шайнингом, Coming Home, Нергал с гитарой, Горящие церкви. Если на первом альбоме Адам Дарски, он же Нергал, использовал детский хор, то в данном случае хора мальчиков-зайчиков нету, но есть мужской вокал и женский вокал. Вокал везде чистый. By Zeriva написано, что главный вокал и гитарное соло принадлежит Isano. Это Emperor. Такое славянское country Храбрость на поиском языке. Surrender. Нергал традиционно демонстрирует всякие свои татуировки. deep down south. Man of the cross. you'll be mine. How come? scorey Taylor из Hypnota. Ну и Confession это с Никласом Кворфортом из Shining. Соответственно, подписано кто есть кто. Мотива Bassoli бас. Адам Нергал дарский вокал и гитара. Локош Куманский ударные и бэк вокал. И Саша Буль гитары и банджо. Кстати, Саша Буль это украинский фолк музыкант. Поэтому проект традиционно в данном случае является интернациональным. Диск как вы видите такой позолоченный. Сейчас я его достану. Напалм Records логотип Напалма на диске напечатано что он сделан в Германии но гема в данном случае я не увидел. Вот. Manufactured by Optimal Media GmbH Такой позолоченный красивый диск от Напалм Records Итак понятно что для поклонников экстремального направления музыки таких как Black Metal Death Metal это может быть интересно поскольку поскольку потому что это ни разу не металл это Dark Folk это Dark Country это соединение Леонардо Колуина с Танинскими стишками но с другой стороны мы видим что наши уважаемые музыканты я имею ввиду ребят из Бегемота Шайнинга Импера могут исполнять абсолютно интересные красивые композиции и они будут звучать очень очень круто хотел бы выделить следующие треки By The River у нас здесь главный вокал у Исона How Come с Кори Тейлором из Липнота и Confession с Никласом из Шайнинга Работа интересная по-настоящему взрослая По десятибальной системе можно смело поставить 9 баллов Работа ни разу не слабше чем дебютный альбом и она достойна того чтобы быть у вас на полочках в коллекции ну и соответственно на CD или винил проигрывателя Альбом настоятельно рекомендую Ну что же рассмотрение крупным планом подошло к концу С вами был Галлиуин Александр Слушайте музыку на качественных носителях Всем пока Хран Depois го富 Альбом